Всем доброго времени суток! Сегодня у нас 19 февраля 2019 года. Находимся мы на юге Беларуси. Сегодня у нас тепло второй день подряд. Вчера было плюс 5 солнечно, а сегодня уже 8 градусов тепла в тени полнейшей. И вот на пасеке у нас сегодня произошел уже полноценный облёт. Пошёл на не всех семей, но уже большинство пошло на облёт полноценный. На 2, 3, 4, 5 семей из 12. Так как они у меня стоят на север летками, то этот облёт уже происходит после обеда в основном. Сейчас у нас по времени около 2 часов дня. На улице, напомню, плюс 8. И пшолы пошли на облёт. Прогрелся воздух. Если бы стояли на юг, солнце, то уже, наверное, вчера бы облетелись. Даже раньше, 2 недели назад было тепло. Но тогда снег был. Оно и к лучшему, что на север стоят. Такого раннего облёта не было. То, что много на снегу пропало, пшол. А так, на север, когда стоят летками, они вылазят уже при положительной температуре именно воздуха. А не просто, что солнце посветило в леток, да и выскочили прямо на снег. Так что с северной ориентировкой летков получается лучше. Облётик не такой, чтоб сильный, но дружный. С такими темпами, если будет тепло такое, думаю, уже через неделю и обножку понесут. То, что у нас обножка рано идёт. Это лисина. Это орех дикий. И вот он будет, наверное, в марте только. Ещё не видно, чтоб набухали поски. Он чистят улей уже пчёлы. Весной я никогда не чисту подмор. То, что его мало бывает. Пол-литра за зиму. Литр это не подмор. Литр это даже много. И вот, весной так, когда рано облётывается пчёлы, они сами улей свои чистят. Так что это большой плюс в наших краях. Это самый крайний улей, он стенистый, но тут облётик такие неплохие. Верхний леток весь ушёл. Гляжу, там уже и бакфаст на облёт пошёл. И наши местные уже даже облетелись. Так, сидел ещё вспоминал. Это у нас лисчина и ольха. Но ольхи не так много вокруг. Где была бобры, поспиливали. На домики потаскали. А где колхоз покорчевал ещё чисто. Декие низины. Так что, немного медоносы подкосили. По низинах, возле канала много крушины было. Сейчас там всё зачистили, покорчевали и позасыпали. Ну, с кукурузы мёда не наносят. Где кукуруза растет. Ладно, что-нибудь да найдут. Сейчас орёчье у нас тут рядом. Припять. Припять впадает. Речка небольшая у нас тут протекает тоже. Там пойма большая. И вот к той пойме там кустов много. Покуда не трогать их ещё. Там и крушина, и это лоза. Как говорят, лоза. Это вербы. Летлы их у нас называют по месту. Короче, хватаем медоноса весеннего. Весной у нас пчёлы быстро развиваются. То, что поступление нектара и пыльцы в хорошем количестве, в большом. Так что весеннее развитие никогда не притормаживает. Это уже потом, летом, после июня так, слабоватый взяток. Ну, сейчас, в этом году, рапс посадили. Так, будет на рапс летать. Конечно, неохота в гнезде соты портить этим рапсом только. Он сегодня полезет, так половину засахаронных. Вот это наш Бакфаст. Через нижний леток дружненько облётывается. И рядом вот Бакфаст в череневом уле. Немного наклон у меня стоит наоборот. Надо, чтобы клетку наклон был у улья, а у меня получилось наоборот. Взад. Надо подложить какую-нибудь досточку сзади. Чтобы клон был и влага стекала, накопившаяся улья. А то получается к заду наклона надо. Так вот. Сюда подложу что-нибудь подлиннее. Нормально будет. Так, идём дальше. Это у нас наша местная пчела. Непровередливая. Хоть и раилевая. Он чистит улей. Вытаскивая мёртвую пчелу. Так, лапами зацепилась. За это. Залиток. Немного помогу им. След кашисти. Так. Ну, нормально. Сегодня большинство уже пчел. Так бы облетелось. Куда я сходил. Фотик взял, чтобы снять. Так уже. Облёт. Уменьшился. Немного подмор смёг в сторону. Кстати, можно насобирать, да. Настойку сделать. Вроде пчёлы такие, не гнилые, не заплесневели. С таких можно и настойку сделать. Это вот, видно, расплод выбрасывает. Можно подморозить немного. Вчера было днём плюс 5-6, а потом ночью было 5. В 12 часов ночи. 5 морозов было. А днём было 5 тепла. Сегодня уже у нас 8 тепла днём. Ну, думаю, ночью опять мороз будет. А выбросили они куколку пчелы. И вот часть небольшая. Ещё пчелы. Ну, ничего. Расплод уже, видать, полным ходом их. Пчёлки облетелись уже. Большинство. Моя кошка бегает. Радует со солнцу. Дыма. Кис-кис-кис-кис. Дыма. Красавица. Вот такая. Кошечка. Не, ну не качайся в земле. Пошли, ладно. Решила покачаться. Погода хорошая. Бегая. По огороду балуется. У нас тут Бакфаст сидят. Ну, в предыдущем отсезоне. Что был. Немного я не доглядел их. Да, клеш подъел много. Что не доглядел, хотел поставить полоски летом. Ну, это, стояла у меня тут решётка разделительная и три надставки. Было лень гнездолей ставить от клеща, чтобы обработать полоску. То, осенью много-много пчёл пропало от клеща. Ну, вроде перезимовали. Ну, вроде перезимовали. Нематка тут уже четыре года старая. Эта семейка у нас, работая без проблем, чистит всё вон, носит что-то, очисткой улья занимается. Сегодня подружнее уже. Вчера меньше летали. Намного. Хотя сегодня и ветерок поднялся таки. Побольше вечерок. Вчера меньше был ветер. Ну, холоднее было. Тут пчёлы вот сидят, не вылазит что-то. На доске уже вынесли много мёртвых. Значит, вылазили, наверное, днём, да. Не смотрел, не ходил особо-то. Не заметил. Ну, живые. Вчера смотрел, живые. Перезимовали. Тут уже полетали. Видно, воды наносили. Вон, видно, в летку сидят там табакфасты тоже. Не, получается, вот это с того года матки три сидят. Тут в том улье, в том и в этом бакфаста. А в том зелёном, в салатовом, там матка уже четыре года бакфаст. Ну, такие неплохие. Брав, я вот в том году три взял, а то мне подарили плод. Плодную, что четыре года. Но она за четыре года ни разу не роилась. Так что это большой плюс. Даже одна семья не роилась, и то уже хорошо. Это наша местная пчела. Тоже, кажется, не роилась в этом году, что был в восемнадцатом. Даже местные некоторые не роятся. Отобрались хорошие пчёлы такие, нераилевые. Что-то не так, не дружно ползают. Или воды принесла, да подмёрзла. Упали, отсела и упала сразу. Ну, там солнце на траву свесит, то не замёрзнет. Да, немного перегруженная, видно, вон. Напачкали. Много Мёда с редьки наносили. Посадил наш колхоз редьку, до самых морозов, до самого снега сидела. Что-то пчёлы Этой редькой подпортили себе только зимовку. Вот. В тени холодно. Холодно очень, и пчёлы поподмерзали, кто попал. Плохо, конечно. Лучше в тени хайно садятся. Ай, сюда. Брожжво. А тут тепло. Она нагретая, это. Солнце нагорело. Сейчас отогреется, до улей полетят. Ну, вот. Можно сказать, сезон уже начался. Раньше, чем в том году. Намного. Еще февраль только. Уже мы со середины февраля работать начали. Ну, какие работы? Улей чистили в феврале. На улице снежок. Плюс пять, минус пять. Плюс один, там, минус пять. Все равно улей чистили. В мороз. Выносили, бросали пчелу и назад улей. И две недели назад уже воду улей приносили. Так что, сезон пошел. Хайп суви. Развивается. Хотя, еще можно в марте и снега насыпать, кто его знает. Будем думать, что не будет. Так его и не будет. Все доски старые, да на север летками, так мохом обрастали. С такими приставными досками хорошо и раи высыпать, когда сажаешь, и назад, когда бросаешь. Так я на доску высыпаю, на леток решетку, матка остается, старо убираешь. И меняться на молодую. Вот, у нас сегодня, если я напомню, 19 февраля, находимся мы не в Крыму, а в Беларуси. Вот у нас в Беларуси. Это юг Беларуси, ближе к Украине, тут недалеко на границах. У нас в Беларуси уже пчела начала работать полным ходом. Здесь семейка хорошая, но вот сидят, уже налетались сегодня. И вчера, они обычно наносят себе воды один день, потом день-два не вылетают никуда даже. Вот еще к вечеру солнце, когда повернется, да будет улеток так вот светить, под углом получается. То есть еще вылетят к вечеру. Ну так неплохо облетелись. Вчера был день, так чисто, это, работами занимались, чисто там, чистили улей, воду носили. Лед был. Чтобы облета так не было такого дружного. Мы уже летались тоже неплохо. А сегодня именно облет уже. Повылазили уже очистительные облеты пчел. Они облетываются не все подряд, а там семейка, например, там семейка, там вон семейка опять пошла на облет хороший. Был меньше, начался. Когда мы подходили, только начинался, это в синем вот, за желтым стоит там. Сейчас уже, гляжу, добро вылезли. Так что еще до вечера, думаю, поочеродно все облетятся. Это у нас бакфасты. Бакфаст порода. Тоже чистят улей. Ну, в такую погоду я никогда не лажу улей весной. Плюс всем это не тепло. Лучше не трогать, лягать чуть гладко. Пчела не дала. Думаю, бросилась она так, урезалась чисто на ходу. Вот семейка. Это семейка, что осенью, сентябре матка лица хладко возобновила. Благодаря рыцке нашей колхозной. Ну вот, небольшой такой обходик я сделал, показал вам, как у нас в Беларуси, в южных регионах погода. Туда, к Гомель, там похолоднее, знаю. В Бресту то, может, и даже теплее. Ну, здесь у нас полезкая низменность. То болота вокруг, то тепло постоянное. Будем уже заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем удачи. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавляйте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok